Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анапа – город без барьерной среды. Работа в этом направлении ведется постоянно и результат есть. Накануне в администрации обсудили возможность субсидирования перевозчикам части затрат на покупку низкопольных автобусов для перевозки инвалидов. Сегодня в Анапе есть три специализированных автобуса, которые приобрели предприятия «Анапское ПТП» и «Газель Авто». Представители всех перевозчиков города-курорта заверили, что до 1 июня текущего года каждый приобретет хотя бы по одному автобусу, удобному для перевозки инвалидов. Хозяйки микрорайонов города, координаторы органов ТОС собрались сегодня в администрации Анапы на свою традиционную встречу. Первую в этом году. В рамках рабочей встречи намечено было поговорить о благоустройстве. Традиции проведения подобных встреч остались прежними – за чашкой чая. Встреча совпала с днем рождения Алексеевского координатора Натальи Станиславовны Ивановой. Хоть и зима, но мы знаем, что вы человек теплый, добрый в душе. И мы хотим вас поздравить все вместе с днем рождения, пожелать благополучия, здоровья. Всего самого хорошего вам и вашим близким. Спасибо, спасибо. Наталье Ивановой, как именинница, предоставили возможность первой рассказать о проблемах, необходимых к решению. По улице Ореховой, там идет стройка тонхауса. И они провели водопровод и колодцы поставили. А колодцы не закрыли люками. Мы звонили этому начальнику этой стройки. Он говорит, у нас еще стройка идет, ничего не знаю. Несмотря на то, что микрорайоны в разных частях города, проблемы собрались для всех одинаковые. Людмила Шмакова для наглядности принесла фотографии болевых точек микрорайона Западный. Центр города. Малинкин Кати Соловьядовой. Даже фотографии. Вот эта улица Красноармейская, а это угол, здесь перевод Кати Соловьядовой. Вот этому застройщику можно как-то сказать о том, чтобы он привел дом в порядок? Центральная улица, напротив автовокзал, рынок. Вот такое безобразие. Тротуары, отсутствие автобусных остановок, некачественная укладка тротуарной плитки, разрушающиеся ограждения. Все вопросы животрепещущие и к весне должны быть решены. Их соберут в единый реестр, который станет основополагающим для жилищно-коммунальной службы города. Отдела по транспорту управляющей компанией. Хозяйки микрорайонов, ответственным за благоустройство, дремать не дадут. Согласно опросу, проведенному в ЦИОМ, все меньше россиян верят, что найдут равноценную работу при увольнении. Каждый четвертый опрошенный сейчас считает, что, приложив небольшие усилия, сможет устроиться на аналогичную работу. Год назад этот показатель составлял 35%. Большие затруднения предполагают 32% респондентов. И 17% думают, что трудоустроиться без потери в должности или зарплате им будет практически невозможно. Оптимистично настроены лишь 22% опрошенных. Они заявили, что в случае увольнения, без каких-либо трудностей, смогут найти себе равноценное место. В вопросе приняли участие полторы тысячи человек в 46 областях, краях и республиках России. А что думают анапчане, выясняли наши корреспонденты. Я считаю, у каждого есть шанс. Просто не все приходят на биржу, обращаются, пользуются услугами. Почему не все? Ну, потому что у нас принято, как передаются из уст в уста. Если место вакансия свободно, хорошая работа, и все пользуются услугами своих друзей, близких. Производства ведь абсолютно никакого нет. Все рассчитано только на обслуживание туристов. И поэтому молодежи, конечно, очень сложно устроиться. Если можно устроиться, то только, наверное, в период именно курортного сезона. Здесь же невозможно развивать какую-то промышленность или что-то еще, создавать рабочие места. Поэтому город как был сферой обслуживания, по большому счету, так и будет. Здесь только, наверное, можно устроиться врачам, учителям, ну и, говорю, тех, кто работает в сфере обслуживания. Слишком много нас, наверное, здесь живет и мало где можно работать. Я так думаю. У нас не сильно уж развита инфраструктура до такой степени, чтобы всех прям обеспечить необходимым количеством мест. То есть в какой молодежи, например, уезжать в другие города? Либо уезжать в другие города, либо просто обучаться другим специальностям, я так считаю. Ни экономисты, ни юристы сейчас не нужны. Не знаю, слесари всевозможные. Ну, вот такая сейчас у нас более техническая, наверное, база. Поэтому мне кажется, что просто надо выбирать немножко другие специальности, чтобы у нас в Анапе устроиться. У нас в Анапе живет три месяца. Это на то, что они зарабатывают от приезжих, отдыхающих. Если кто хочет заработать, то заработают, ребята. Я так думаю. Любой нормальный, извините, мужик не будет на месте сидеть. Я так думаю. Конечно, вся надежда на себя. И мне очень жалко, что в моем возрасте, немножко раньше у меня нет того знания, опыта, который я обладаю сейчас. Работаю с цветами, озеленение, садовод. Так что, конечно, жду сезона. Главное, есть умение, руки, желание. Я думаю, это вполне разрешимо. Анапа – это курортный город. Это столько здравниц, которых надо обслуживать. Без обслуживающего персонала, сами знаете, все закроется. Поэтому пока будут здравницы работать, будет рабочее место. Рынок труда в Анапе прирастает не только во время высокого сезона. Задача властей – обеспечить инопчан круглогодичной работой. Получить востребованную на рынке труда специальность или повысить квалификацию женщинам, находящимся в декретном отпуске, теперь вполне реально. В Анапе молодые мамы могут сделать это бесплатно за счет средств службы занятости. Центр занятости города Анапа в прошлом году направил на обучение женщин, находящихся в декретном отпуске до достижения, ребенком трех лет, 13 женщин. Обучались они по программкам 1С-бухгалтерии, кадровое дело, делопроизводитель. Также мы обучаем и по другим профессиям. То есть в программе участвуют те женщины, которые находятся в трудовых отношениях с работодателем. С 2013 года у нас открылась на базе Анапского индустриального техникума детская комната, которая функционирует. То есть если женщине не с кем оставить ребенка во время профессионального обучения, ребенок может находиться с ней рядышком. Там воспитатели, которые присмотрят на время обучения за ребенком. За информацией по участию в программе обращайтесь в кабинет номер 9 Центра занятости населения по адресу город Анапа, улица Калинина, 12. В Совете Федерации предлагают правительству страны уравнять все категории застрахованных лиц в праве на полноценную оплату больничных, чтобы граждане могли спокойно лечиться и не приходили на работу с инфекцией. В связи с усиливающейся по всей стране эпидемией гриппа, парламентарии предлагают уравнять все категории застрахованных вне зависимости от страхового стажа в праве на стопроцентную оплату больничных дней, для того, чтобы больные граждане в полной мере могли пройти амбулаторное или стационарное лечение и не разносить инфекцию, перенося болезнь на ногах, говорится в сообщении, которое цитирует Интерфакс. Такой порядок, по мнению сенаторов, необходимо распространить на заболевших инфекционными заболеваниями при сроке больничного до 10 дней в год. И все-таки лучше не болеть. А вот как уберечься от гриппа в нашем уже ставшем традиционном интервью со специалистом? Обстановка у нас контролируемая. Действительно, отмечается после завершения новогодних праздников некоторое увеличение количества поступивших больных, но вместе с тем больница имеет достаточное количество и медикаментов, и мест для размещения пациентов, предусмотрено нами и реализовано увеличение количества персонала дежурного, который работает в круглосуточном режиме для обеспечения дополнительно поступающих пациентов. Всего у нас с начала года обратилось 231 человек с заболеванием органов дыхания. Из них 33 случая доказанного гриппа H1N1, тот самый свиной грипп, о котором сейчас все говорят. 116 у РВИ и 82 пневмонии внебольничные. Пациенты поступали в разных состояниях, кто-то тяжелее, кто-то легче. 16 человек прошли через реанимационное отделение, четверо получали искусственную вентиляцию легких. В принципе, как вы видите, количество больных достаточно большое, и мы стараемся, справляемся. Медикаменты возобновляются, те, которые у нас используются. С пробками на дорогах в Анапе, особенно в летний период, когда количество машин увеличивается в разы, наверняка сталкивался каждый. В ГИБДД к новому сезону намерены значительно облегчить жизнь автолюбителей. Движение на улицах города будет изменено. В конце прошлого года в тестовом режиме отрабатывали новую схему в районе Красной площади. Как прошел эксперимент и будет ли он внедрен, а также какие еще нас могут ждать изменения на дорогах в нашем эксклюзивном интервью. Данное мероприятие было проведено лишь только столь целью, чтобы максимально увидеть самим, как говорится, получившееся движение. Данное движение имеет однозначно свои плюсы. Конечно, мы выявили и ряд недостатков, несоответствия параметров существующей сейчас дороги. То есть, нами сейчас готовятся предложения на собственника дороги. Это как на муниципалитет наш Анапский и на краевые организации. В ближайшее время по согласованию со всеми структурами данное движение мы планируем все-таки внедрить. По Витязево, все-таки мы не оставляем это предложение, по внедрению одностороннего движения на части улицы Черноморской, на части улицы Горького и проспекта Южного. То есть, это все улицы, которые непосредственно у нас в курортный период создают нам огромное препятствие для движения. Также мы не оставляем без внимания улицу Новороссийскую в городе-курорте Анапа. То есть, данный вопрос уже пропущен через комиссию по безопасности дорогого движения. И нами предложено и утверждено уже разворот ее в обратную сторону. И вновь немало поводов гордиться нашими спортсменами. На протяжении минувшей недели ребята из Анапа достойно выступили на первенстве Краснодарского края под дзюдо, где завоевали семь бронзовых медалей, шесть серебряных и четыре золотых. Попомнила копилку наград и команда Ди США Олимп, которая завоевала первое место на краевых соревнованиях по волейболу среди девушек. Анапские кикбоксеры также среди лучших на чемпионате и первенстве ЮФО по кикбоксингу. Гордимся и воспитанниками Ди США номер пять, которые завоевали два третьих места, одно второе и два первых на открытом первенстве города Краснодара по Киоку-Синкай. Покорилась анапчанам и королева спорта легкая атлетика. На чемпионате и первенстве Краснодарского края среди молодежи одно первое, два вторых и одна бронзовая награды. Поздравляем наших спортсменов с победами и желаем не останавливаться на достигнутом и идти вперед. А сейчас, внимание, экстренное предупреждение МЧС. С 28 по 30 января в юго-западном районе края ожидается мокрый снег местами с дождем, резкий подъем уровня воды в реках. Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. А завершит выпуск прогноз погоды. Генеральный партнер программы «Новости» Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова